Я Александр Людмила Николаевна. Мы в Чапаевске, Самарская область. Это салон Джилаев. Что отвалилось? Чего не стало? Что ушло? Знаете что, хожу 4 месяца скоро, у меня был большой варикос. Приобрела кушон, подушечку. Подождите, сколько он у вас был? Как все было плохо? Сколько лет и как плохо? Ну это я думаю от работы много было. Лет сколько длилось? Да уж, наверное лет 15. Пробовали что-то применять? Таблетки, чулки одевал. Помогало? Ну временно, попьешь и опять. Сейчас уже 4 месяца, что с варикозом? Вот это. Лучше стало. На сколько? В балах? Да вообще хорошо. Ну вот было плохо там на 10, а сейчас осталось сколько от болячки? Ну может еще. Третья часть может осталась. С 10 до 3? Круто. И с помощью чего? Вот с помощью кушона. Кушон. Здесь я топталась, здесь тоже на этом лежу. Дети шариковые? Дети шариковые. Что делаете непосредственно для ног? Ну и на ноги ложу в основном. Прижигаете? Да, прижигаю. В режиме прижигания? На кушоне. Прямо на вены? Да. Нет, на вены нельзя. А УЗИ сделали? А? УЗИ делали? УЗИ нельзя, потому что у меня эти, как он, тромбозы что ли. Ну не сильно еще такие боли. УЗИ был? Я жила, нет. Вы тогда прижигаете стопы? Прижигаю стопы на кушоне. На кушоне. А для ног? Ну я как-то боюсь. Тепло даете, нет? Даю тепло. Но не прижигание? Нет, вечером где-то при 40 градусах. Сплю всю ночь. Вот за 4 месяца? Да. Болячка от 10 до 3? Ой, вообще прелесть. Хожу, значит, у меня дача есть. Сейчас стал почаще пешком ходить. А вчера ходила на кладбище. Сколько у нас до Нагорного? Мам ту метр. 6 километров. И вот туда обратно пешком. Где бы я так... И нормально? Ну, конечно, это, но чуть-чуть, там, маненчик после уже, когда шла оттуда. То есть жизнь наладилась и улучшилась принципиально. Да, да. Вот это ноги, это вообще прелесть. Впечатление ваше от такой продукции? Ну, очень хорошее. Вот бы еще это приобрести. Ну, может приобрететь. О, конечно, очень. Кушон, подушечка и маска. А этим сюда ходите, в салон? Да, да. В проектору ходите, в салон? Да, очень нравится проектор. Конечно. Ясно. Что вы желаете компании? Ой, ну, компания, чтобы побольше. Сотрудников Евгения у нас, этот Анатольевич такой, все нам разжевывает, разжевывает. Поэтому мы молодцы. Все девчонки хорошие, особенно директор у нас прям. Все дела, ну, идти нужны. Так. Збодряет хорошо. А компании что скажете? Ну, и компания очень хорошая. Пусть развивается? Пусть развивается. Пусть районные центры, я так понял. Ну, конечно, здесь деревень очень много. Да, надо. А у нас такие заводы были, людей-то сколько больных. Ну, пока еще видно, многих хочет и не хочет, и боятся чего-то. Вот сомневаются. Сомневаются. Мы, собственно, ленивые маленькие. Да, да, ленивые. Ленивые, пендаль святой нужен, да? Ну, да. Такой, подхолкнуть человека надо. Ну, мы, собственно, вот, я, Рычо, попросил, чтобы вы рассказали свою историю. В интернете же многие живут. Может, там еще увидят, что есть такой способ оздоровления. А варикоз – это болезнь, которая появляется уже в молодом возрасте. Еще в 20 лет появляется. Ну, мне кажется, от работы я много на ногах. Ну, это от беременности появляется, например, у женщин. Потому вот очень важно. Спасибо большое за... Еще вот подушечку. Хорошо. Где-то я приобрела ее второй месяц, сплю на ней. И у меня это, как вам сказать, первое время очень тяжело я привыкала. Ой, очень тяжело. Часа, наверное, только два хватало терпения. А сейчас всю ночь. Всю ночь, на подушку. И эта подушка не надо. И что от нее? Ну, вот в голове легче. У меня, видимо, щитовидная железа еще. В голове легче. Приток крови чувствуешь как-то идет. Голова другая? Потому что я же другая. Я же здесь прижигаюсь еще, а вечером лежу. Прямо это... Ну, до утра стало. До утра. Подушку спрятала. А можно еще тоже сказать, вот было-стало. Вот насколько плохо себя голова чувствовала, насколько хорошо сейчас. Ну, уж, мне кажется, наверное, на половину, наверное, стало хорошо. Все то, что было в голове, не так, на половину. Да. Ну, вот щитовидка еще, но она очень долго, наверное. Щитовидка, она привязана просто к голове. То есть здоровье щитовидной железы, оно прямо зависит от того, как хорошо там. Да. Потому когда уже там становится хорошо, щитовидная железа... Я вот еще там, это, гормон пью и думаю, может, не пить мне. Сейчас ж... Или маленечко нет. УЗИ сделать. Ну, во-первых, гормоны даже если и уменьшать дозу, то только с эндокринолом. Честно. И только после УЗИ. Раз в год я делаю. Да, раз в полгода, год. УЗИ, анализ крови и тогда только... Хочу сходить вот после праздников, пойду, сдам анализы. Ну, на щитовидку еще рановато. Вот ноги пройду. Еще кое-какие болезни... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова